Глионная плотность Это по факту число глионов, оператор Гамильтониана Это число глионов, мы посумируем по всем поляризациям И сосчитаем маточный момент в обкладках по всем импульсам К То мы получим число этих глионов И мы можем таким образом ввести глионную плотность У нас F, соответственно, Вайтзекера-Виллимса Это плотность числа глионов на единицу поперечного импульса Квадрат поперечного импульса И на единицу логарифма К+, то есть быстроты Ну, это определение просто на самом деле Потому что Ну, если я буду в терминах быстрота, у меня будет просто нормальная плотность Д-Игрик Вот А это зато инвариантный объем Так сказать Вот Ну и мы говорили, что вот Возьмем поле Значит, это все в сведоконусной калибровке делается Значит, мы возьмем поле От ядра Значит, как частицы, движущиеся по траектории Вот Посчитаем от него Собственно, вот эти А Светоконусной калибровки Сочетаем этот маточный элемент Вот И мы вот к этому пришли Значит, вот к такому выражению Где Значит Вот эти матрицы У Вот я их написал Мы говорим, что ядро, оно быстро движется на нас И у нас получается упорядочение по положению нуклона То есть вот тут у нас и от 1 до А Это нуклоны идут Вот Значит, по нашему направлению Логарифм фактически Х минус хжитая Х это точка наблюдения Хжитая это точка, в которой стоит кварк В нашем нуклоне Итштрих, соответственно, это там антикварк стоит Но это фактически функция Грина Это вектор потенциал Вот То есть это функция Грина в плоскости Кварка с зарядом Значит, антикварка С зарядом противоположного знака И мы ее не видим, пока мы не пришли до точки вот х и т Вот Значит, ну вот это мы выводили все Поэтому я просто напоминаю Вот Значит, это вот У и У крест У крест и У А вот это Это пришло из структуры нашего ядра Мы говорили, что вот наше ядро Оно Вот тут вот Значит, я В центр ядра Вот тут где-то есть Ну, клон С координатами Икситое и икситое штрих Икситое это кварк Центр ядра Значит, вот тут есть икситое Икситое штрих Ну, клон мы, так сказать Считаем диполем С кварком-антикварком Сейчас я расскажу, что это не обязательно Ну, можно более сложной модель Или наоборот более простой использовать Вот Соответственно, вот здесь Вот первый член я написал Это икситое Значит, у нас есть две точки наблюдения Где-то Икситое Вот Значит, тут диполь, который с ним взаимодействует И вот этот кусок Это взаимодействие диполя Значит, с точками икситое Икситое с кварком То есть икситое тут, икситое тут Ну, у меня изначально была Точка наблюдения одна Икс Так как я пишу число Значит, у меня их будет две Икс и Игрек Вот Ну, и, собственно, я его сопрягаю Поэтому я могу это Рассматривать Как у меня есть две точки Есть точка Икс, есть точка Игрек Вообще говоря То есть мое все вот это Оно зависит от двух точек Икс и Игрек Вот Соответственно, Икс плюс Игрек В этих точках не то, что никто не сидит Там сидит наблюдатель В том смысле, что вот это число гулионов Мы его пишем как функцию К Если я Фурье сделаю У меня будут две точки Икс и Игрек По факту это у меня в Икс Это в Игрек Вот И в этих двух точках Ну, мы как бы считаем Вот это число гулионов То есть там в этом смысле сидит наблюдатель Вот Итого Вот эта штука Это Так сказать Поле Вот в этих точках Икс и Игрек От Кварка Дальше тут такие же Соответственно, от Антикварка И Вот Перемешанные члены от Кварка Антикварка Ну, я их Писал в прошлый раз Вот То есть тут они вот все есть Вот Собственно, это все, что я в прошлый раз написал Теперь Нам нужно это сосчитать То есть взять средний вот этот маточный элемент И получить, собственно, F Вот окончательно Огленную плотность Значит Что мы будем делать? Во-первых Мы скажем, что Мы Когда будем смотреть Вот этот маточный элемент По Адрону По ядру Мы его разфакторизуем Мы напишем, что Вот это А Трейс Укресту На Вот эту скобку Приближенно будем считать отдельной Трейс Укресту Вот И Значит Вот эту скобку Мы говорим Что у нас ядро очень большое Там очень много нуклонов Вот В этом Это произведение Вот Каких-то Штук Отвечающих за Ну вот Каждый из нуклонов Так Вот И я Когда я буду считать средний Я не пренебрегу Вот В этом произведении Одним Так Отвечающим За тот нуклон Который у меня там дальше Вот И посчитаю Это средний Вот Если у тебя Этот один У тебя дает Какой-то существенный Вклад То Как он Можно Ублечься Ну Во-первых Я могу разложить По Ж Вот Этот Один У меня Будет Поправка По порядку Ж Квадрат Который Туда Войдет То есть Сюда Поправки Я могу Вот Это Просто Написать Ну 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 Хорошо Вот У меня Произведение Стоит Так Я В этом Произведении Один из Членов Зацепляется Сюда Так Вот Значит Я его Выделил Остальные Я написал Средний Вот Там Нету Вот Этого Члена Хорошо С этим Членом Когда Я буду Считать Вот Этот Маточный Элемент Он Будет Это И Вот Тот Член Да В Принципе Если Я беру От Экспонента Единицу Да Я Просто Считаю Средний От Вот Этого Вот Если Я считаю Значит Уже Дальше Раскладываю Там Ж Квадрат У меня Будет Поправка Порядка Ж Квадрат Ну В принципе Я так могу Оправдаться Что я возьму Только Первый Член Который Даст Мне Единицы Вот Вот Я буду Я буду Просто Почему Экспондент Почему Ее Во вторую Скобку Не Написать Почему Бо Ее Не Написать Во вторую Скобку Ну Да Ну У У меня Здесь Значит Я говорю Ядро У меня Большое Поэтому Вот Тут У меня Стоит Сумма По Всем До А И Я Значит Когда Когда Я Пренебрег Я Просто Посчитал Сумму А Когда Я Его Оставил У Меня Какой Параметр Параметр Должен быть Что-то Типа Единицы На Параметр Должен быть Что-то Единицы На Что-то Параметр Сейчас Какие Штуки Делают Обычно Не 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 Здесь Слово Нуклонов Ну Хорошо Пусть Это Сделать Чему Это Приведет Нет Я Отдельно Все Посчитаю Просто Отдельно Это Посчитаю Сейчас Отдельно Это Посчитаем Ну В принципе Я Сейчас Посчитаю Там Видно Будет Возможно Вот Значит Ну Вот Это Буду Считать Значит Ну Вот Значит X И Минус X Минус X И И Так Значит Я говорю Вот Я эту картинку Рисовал Значит Что Это У меня Интеграл DX И Т 2 Вот Это Т От X И Делить На А Ну Вот На Вот Это Значит X Минус X И Y Минус X И Вот Значит Что Такое Т Т Это Это Функция Профиля Ядра Который Говорит Нам Вот Значит Число Наклонов У нас А Соответственно Если мы Проинтегрируем Плотность Значит В ядре От X X3 До X3 Мы Мы Получим Вот Это Самое Т От X Вот А Интеграл Просто Протности Ну ДВ Это У нас Число Нуклон Вот Поэтому Мы говорим Что Но Вот Этот Матус Седемент Будем Рассмотреть Так Он Содержит Только Итый Нуклон Ну Координаты Только В этом Нуклоне Во всех Остальных Их Нет Вот Поэтому Мы Говорим Что Этот Матус Седемент Это Некая Плотность Вероятности Найти Наш Нуклон С Координатами Вот Эти X И Вот И Интеграл От Того Собственно Что Мы Будем Интегрировать Вот Дальше Говорится Следующее Что Вот X Итая Это На самом Деле Вот Этот Вектор Вот Ну Там Будет X Итая Штрих Например Это Вот Этот Вектор Неважно Мы Скажем Что Вот Это Выражение Оно Значит Велико Там Где Наши Итой Они Порядка Вот Этих Икс И Игрек Так То Есть Мы Говорим Что Ну Мы Вводим Вот Такие Переменные Соответственно Б Ну И Р Где Мы Будем Предполагать Что Мы Смотрим Ну Икс Игрек Очень Недалеко Друг от Друга То Естер Много Меньше Б Так Поэтому Мы Будем Предполагать Что Вклад Основной Вот В этот Интеграл Так Вот Это Итак Значит Д Икс Ит Я Оставил Это Я Просто Буду Сейчас Считать Игрек Минус Икс Ит Вот Это Я Посчитаю А тут Я Чего Я Должен Написать Т От Б На Таким Образом Я Говорю Что На самом Деле Ядро У Мне Очень Очень Большое Вот И Я Говорю Что Плотность Вероятности Найти Диполь Она Фактически Зависит От Радиуса Я Беру Ту Самую Плотность Которая У Мне Есть На Радиусе На Котором На Диполь То Вот Здесь Она У Меня Все Одинаков Вот А У Нет Они Могут Отходить Как Угодно Но Во Всех Последующих Задачах Мы Будем Смотреть На Те Случа Когда Они Отходят Друг От Друг Не Сильно Потому Что Эта Плотность Будет Мериться Чем То Это Что Это Будет Фактически Диполь Вот А Диполь Будет Всегда Пертурбативный Это Означает Что Х Минус Игрек Будет Много Меньше Характерных Всех Размеров В ядре Вот То есть Итого Вот Это Вылезло А Вот Этот Интеграл Надо Считать Ну И Понятно Что Все Остальное Что Я Написал Плюс И так Далее Оно Тут Тоже Вот И Вот Этот Интеграл Посчитать Значит Можно Единственное Что Он Только Расходится Где он Расходится Он Расходится В бесконечности Так По Икситам Вот Но Что Такое Бесконечность По Икситам Это Как Раз Интракрасное Обрезание Вот Значит Как Его Считать Его Можно Потому Потому Что Я Считаю Ядро Если Хочешь Бесконечно Большим Это Приближение Большого Ядра А Много Больше Единиц Я Значит Говорю Что Вот Ядро Оно Вообще Очень Далеко И я Буду Обрезать И оно Еще и Разрежено Вот Там Нуклоны Так Летают Вот И Обрезать Я буду Соответственно На Границах Нуклона То есть Я буду Обрезать На Лямда Кхд Но Это Здесь В этом Смысле Все Равно Лямда Кхд Обрезает Все Что Ядро Что Нуклон Так Значит Этот Интеграл Этот Интеграл Ну Его Можно Вот Числитель Написать Как Кстати Одна Вторая Ну Квадрат Выделить Да Соответственно Это будет Х Минус Х Ит В Квадрате Плюс У Минус Ит В Квадрате Минус Х Минус Ит В Квадрате Вот Вот Эти Интегралы Когда я поделю Х Минус Ит Квадрат Сократится У меня Просто Логарифмический Интеграл Останется Здесь Тоже А Вот Этот Интеграл Я считал Уже Здесь Вот И он Когда я Рассказывал Про момент Насыщения И Значит Он Просто Ответ Напишу Так Значит Напишу Ответ ФБНА Когда я Буду Считать Логарифм Значит Одна Вторая Вот Логарифм Будет Ну Какого-нибудь Там Там Я не знаю Верхнего Обрезания На нижнее Обрезание Таких Будет Два Логарифма Значит Вот Отсюда И вот Отсюда Минус Так Два Логарифма Еще Интеграл По углу Даст Мне Даст Мне Соответственно 2П Вот А этот Интеграл Он Был Как раз 4П Логарифм Вот Этот Интеграл 4П Логарифм Значит x-y На Обрезание Ну Соответственно На b Вот Ну Сейчас Подробно Напишу Значит У меня Получается Интеграл dx Два Члена Типа Единица На x Квадрат Да Два Таких Члена Минус Фактически Вот r В квадрате На x Квадрате x-r В квадрате Вот Такой Значит Здесь Обрезание Когда x Приближается К r Так Или К нулю То есть У меня Что я говорю Что Я Должен Вырезать Кусочки Когда x-x Ит Меньше Чем Что-то То есть Там x-x Ит Меньше То есть Я интегрирую По области Больше Ро Где Ро Порядка Единицы На Лябда Как Вот Такой Области Я интегрив Вот И Вот По этой Области Сейчас Не по Этой Сейчас Сейчас Это Я когда Вот этот Буду Интегрировать Я по Этой Буду Интегрировать Вот Этот Интеграл Где Расходится Он Расходится При Больших Больших Икс Так У него есть Почему Большие Икс Это Инфракрасная Расходимость Ультрафиолетовый Нету Ну Я перевел Ультрафиолетовую В инфракрасную Но Это Мне Хорошо Мне нужно Посчитать Считаем Честно И не мучаемся До Икс Икс Значит Одна Вторая Единица На Икс Минус Икс 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 Вот такой Интеграл Считаем Вот Я понимаю Что Когда У меня Икс 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 Вот этот На бесконечности Конечен При больших Икс Зато Вот эти Вот Они Расходятся То есть Я Буду Говорить Что Вот Мои Икс Минус Икс Икс Скажем Больше Там А А Меньше Б И с Игреком То же самое Вот И мой ответ Я буду Главную часть Брать Логарифмическую Мой ответ Соответственно От А Зависеть Не будет Потому что Они будут Сокращаться А от Б Будет Зависеть И вот Это Б Это Будет Мое Обрезание Размер Нуклон То есть Ледница Наляна ДКХД Значит Вот эти Когда я Считаю У меня Получается Логарифм Значит Для меня Сначала 2П По множеству На 2 Их 2 Интеграл Значит Логарифм Чего там Б На Б На Вот этот Я его Считал Просто Значит Он был Равен 4П Логарифм С точностью До Знака Сейчас Соображу Значит Он Да Должно уйти Значит От знаменателя И тут Соответственно Х-Y Он вот Такой Б Вот Модуль Вот Значит А уйдет Останется Итого 2П Логарифм Соответственно Единица Это пишется Обычно Вот так Х-1 Где Лямбда Это Лямбда Кхд Вот Я про обвязание Не понял Почему Мне казалось Что Б Это Скорее Смертно С размером Всего ядра Где у тебя Т Функция Становится Равной 0 Нет Приближение У нас Такое Первое А Много Больше Единиц То есть Ядро Бесконечно По факту Второе Что Ядро Разреженное То есть Ну клоны Там вот Летают И друг с другом Фактически Друг друга Не видят То есть Когда мы Вынесли Вот этот Т За интеграл Мы сказали Что Мы Ищем Вероятность Ну вот Мы Вот эту Вероятность Найти Ядро На нашем Прицельном Параметре Только там Они Провзаимодействуют В общем Вот И все А дальше Мы сказали Что когда мы Внутренний Интеграл Считаем Мы вообще Говорим Что у нас Только один Нуклон Вот Все остальные Где-то там Далеко И не Взаимодействуют Вот Это Разреженное Ядро Вот Все таки Этфолиция Т Она отлично Оттуда Где В районе Она Как-то Размазана По всему Большому Ядру И она Отлично Оттуда Оттуда Благодаря Благодаря А Т Может Быть Любой Но Она Определяется Какими-то Моделями Ядра Можно Скаж Что Просто У нас Ядро С постоянной Плотностью Вот Ро Постан Константа Тогда Сферическое Ядро Соответственно Т От Б Это Вот Два Ро Корень Изер Квадрат Минус Б Квадрат Вот Это Как Не Знает Она Только Про Него И Знает Х Сытое Это Координата Кварка В Итом Нуклоне И Больше Никаких Кварков И Антикварков В нем Нет Только В одном Конкретном Нуклоне Вот Это Работает В других Оно Не Работает Вот Соответственно Что я делаю Я говорю Я Вот Этот Маточный Элемент Считаю Как Вероятность Найти Един Нуклон Вот Она На Каком Там Икс Итом Расстоянии Да Правильно Я В любом Случа Обрезаюсь Я Еще Раз Говорю Вот Большое Ядро Вот Большой Нуклон Так Когда Я считаю Внутренний Интеграл Я Обрезаюсь По Нуклону Я Считаю Что Нуклон Очень Нигде Ни с Кем Вот Этот Размер Большой Он Едницы Наля ДК Х Д Но Он Много Меньше Чем Размер Ядра Который Там Где-то Вообще На Бесконечности Вот Поэтому Когда Я считаю Интеграл По Нуклону Я Обрезаю Лянды КХД Считаю Что Это Размер Нуклона Вот А Когда Я Буду Там В ядре Что-то Считать То То Фактически Вот Мои Нуклоны В ядре Они Друг С Другом Никак Не Взаимодействуют Вот И Когда Я считаю Интеграл У меня Есть Только Координаты Одного Нуклона И Они Где-то Вот Тут Спалены Вообще Ушли На Бесну Нет Его Больше Да Да Правильно Все Ничего Не Знаю Что Такое Икс Ит Икс Ит Это Координаты Кварка Нуклоне По построению Это координата Кварка В нуклоне По построению Теперь Значит Мне нужно найти Кварк В ядре В этом Нуклоне Так Вот Я говорю Я буду искать Сначала Нуклон В ядре А потом Кварк В нуклоне Вот Вероятность Того Я говорю Что вот Это Примерно Это Б И Это Я стер Эту Квартина То есть Вот тут Вот Икс Ит 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 Штрих Вот это Соответственно Б Ит Штрих Вот тут Где-то Есть Б Где Вот Ит Ит Так Вот Я говорю Вот это Т Оно Вообще Определено Не для Кварка А для Нуклона Так Поэтому Я говорю Вероятность Найти Кварк Это Фактически Вероятность Найти Нуклон Вот Заменю Ее на Б Ит Вот И говорю Что моя функция Которая Я должен Интегрить Она Пикована Прибавитых Ну порядка Вот этого Б Вот И вынес Теперь Дальше Как только Я вынес Я Нашел То есть Я Как-то Нашел Я уже Сел Внуклон Все То есть Я вероятность Найти Нуклон В ядре Выделил Теперь У меня В задаче Есть Только Нуклон У меня Вообще Нет Ядра Ядра Больше Нет Я хочу Сказать Это Только По Нуклону Но Характерный Размер Нуклон Одни Солян ДКХД Значит Вот Он Я считаю Что ядро У меня Очень Велико Больше Вот И Нуклоны Разрежены То есть Когда я Дойду До Границы Нуклон Я Ничего Другого Еще Не Встречу А С Точки Зрения Ядра Я Вот Этот Параметр Б Который Я Вынес Вот Наруж Практически Не Поменяю То есть Вот От Центра Ядра Вот Пришло Б Вот Тут Есть Нуклон Его Размер Вот Какой То Вот Здесь Я буду Интегрировать До Бесконечности По факту Ну вот Нить Наруж Вот Размер У Меня Я Здесь Беру Вот Этот Интеграл Вот Но На то Что я Вынес Это Б Это Никак Не Влияет Потому Что Я Считаю Что Вот Этот Размер Хотя Здесь Я Считаю Фактически Натракрасным Обрезанием Что Вот Здесь Он На самом Деле Много Меньше Того Б И Он Никак Не Сдвигает Мое Б Вот То есть Это И есть Приближение Большого Разреженного Ядра Вот Что Вам Не Нравится Так Значит Вот Интеграл Я Посчитал Замечательно Теперь Вот Здесь Уже Возникает Возникает Зависимость От Кую Модель Взяли Вот Тут Кварк Это Вклад Кварка Вклад Антикварка Но Он Будет Точно Такой Же Я Удвоить Должен Вот Тут Еще Будут Перекрестные Слагаемые Неки Так Перекрестные Слагаемые С ними Что Будет С ними Вот Тут Один Интеграл Декс Ит От Дроби И Она Мне Замазывает Икс И Игрек Когда У меня Будет Перекрестные Слагаемые Будет Интеграл Декс Ит Декс Ит Штрих Вот У меня Будет Одна Дробь Зависит Ну Там Такое Произведение Произведение Тут Штрих Стоит Соответственно Когда Я буду Брать По Декс Ит У У Меня Тут Получится Ну Некое Выражение Тут Получится Тоже Такое Выражение Но Они Не Будут Зависеть От Икс Минус Игрек Это Будет Некая Констант Вот Потому Что У меня Есть Сдвиг Соответственно Это Будет Просто Число Вот Это Число Мне Переопределит Ну Я Добавлю Вот Эту Вот Лямбду Поэтому Зависит От Того Какую Я Модель Ну Клона Взял Если Это Просто Диполь Кварк Антикварк У У У Модел Если Это Скажем На Трикварк У У Модел Другая Лямбда И Возможно Поменяется Этот Коэффициент Так Зависит Два У Миня Или Три Будет Здесь Стоять То Число Может Меняться В Модели Ну И Фактически Обрезание Будет Меняться Но Форма Не Будет Меняться Вот Хорошо Таким Образом Для Модели Когда У я получу тут 4 ну и некое обрезать вот то есть два я получал для одного кварка 4 я получу для диполя хорошо это был вот этот маточный элемент так теперь если в него экспоненту засуну но во первых будет поправка по g квадрат так вот ну во вторых мне нужно будет посчитать вот этот интеграл заново собственно слагари но в любом случае главный факт будет вот это и на самом деле ну тут будет некий цветовой еще коэффициент ну пока мне очень понятно как я единицу на тут могу надыбать да ну же появляется факт да вот не цена ну она должна быть ну сейчас я вот это буду считать можете оттуда так в общем с этим все будем считать следующий маточными минуты Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот, так, значит, когда мы его считаем, так, мы его считаем следующим образом. Сейчас, сейчас, сейчас. Это будет некое приближение в конце, да. Сейчас найду, где я начинал. А, кстати, я могу вот, я, в общем-то, да, я понял. Значит, вот мой маточный элемент. А, трейс, у, сейчас, 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 сейчас. Х минус ИТ, ИКС, у креста там, да, первое. И, Х минус ИТ, ИК перпендикулярно. Вот, значит, здесь мы его берем в точке ХИТ минус, на самом деле, да. И точка ХИТ минус, это фактически, вот сюда должен написать ХИТ минус, так. Вот, то есть, что это такое? Здесь я вклад, то есть, я, вот это, вот это вот произведение, оно идет, оно упорядочено по И. То есть, вот начиная, вот не было поля вообще, значит, вот этого, потом оно, на первом оно выросло как-то, с этой функцией. На втором наклоне оно еще выросло, и вот так вот оно, значит, докуда-то выросло. Вот, и мы считаем, на самом деле, что, когда я буду смотреть У от ИКС ИТ минус, то я его смотрю в точке, ну, когда вот это вот аргумент ИКС ИТ, равен ИКС ИТ минус, вот эта функция, я ей, то есть, ее у меня нет, вот вклада ИТова, ну, клона у меня нет, у меня есть вклад только вот всех предыдущих, вот, в точке, в которой стоит ИТ, по факту, по ИКС минус. Вот, и тогда я могу написать, а, значит, трейс У крест. Икс И минус первое минус, икс, это педикулярное, значит, тут, вот когда я написал ИКС И минус первое минус, я из этого произведения взял все до, ну, и минус первое. Вот, и они у меня все одинаковые, они отличаются только тета-функцией, на самом деле, так? Поэтому, когда я рассматриваю И меньшее, чем мой конкретный взятый И, у них у всех эта функция равна единице, они все одинаковые. Вот, поэтому здесь я вот взял, значит, до И минус первого, вот, А И минус первой я разложу. Ну, что, разложить несложно, значит, будет ИЖ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 это я взял вклад я и минус 1 разлагаю я стою и смотрю поле в точке иксы то я так в нем все включая иксы то у меня отсутствуют начинается только с первого до и минус первого так вот и минус первой я разлагаю а произведение до и минус второго включительно я пишу как у в точке иксы минус первой вот значит и разлагаю вот это вот значит экспонент это у меня одно у тут у меня есть у крест и у поэтому у меня будет два таких логарифма вот и правильно вот значит это я разложил скажем до первого порядка вот и еще я разложу до второго порядка поскольку вот этот за нулиц уже в четвертой в квадрате т а т б т а т б так ну и логарифм вот этот в квадрате вот так и знак наверное минус вот а и пополам да вот хорошо плюс и так далее да с g в шестой теперь я говорю вот а плюс и так далее и помножить все это на самом деле на у крест или я с у крест начал значит на у x и минус первая y перпендикулярно вот так и трейс закрылся и а закрылся вот теперь вот в этом и в этом у нас все вклады соответственно до и минус второго нуклона а маточный элемент по и минус первому нуклону нам нужно посчитать тут этой скобки вот а я их собрал вот x это вклад первого у а y это вклад второго я их оба разложу а а все вот здесь собрал по графическому ты соберешь почему соберу ну собственно я их так же и соберу ну то есть я расклад до второго порядка у меня будет сумма квадратов логарифмов у меня будет логарифм в квадрате плюс логарифм в квадрате у меня будет паула не а 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 вот хорошо а теперь если я беру а а значит средний мачный элемент от по этому по и минус первому нуклону от вот этого у меня получается что м значит я беру фактически вот такой маточный элемент так минус 1 а и минус 1 который у меня равен нулю так вот теперь единственное что мне будет не равно нулю это когда мне будет 2т поскольку вот это это фактически единицы там на n след вот здесь соответственно будет единицы на n след 2t след 2t даст нам дельта а b дельта b вот с этим даст нам т на т оператор казимира даст нам и мы получим ответ вот значит из следа мне придет еще одна вторая то есть тут будет вот 4 до 4 я внесу это у меня быть как раз же квадрат на 4 пи все в квадрате это альфа с вот и оттуда n ищу вот и того когда я все сделаю у меня получится у меня получится так n а n сократится как раз из нормировки обкладок значит альфа с тут вот логарифм квадрат так и Продолжение следует... Продолжение следует... 1 на НС, это у меня будет 1 на НС трейс ТАТБ умножить на ТАТБ, это у меня будет, соответственно, 1 на 2 НС ТАТА, это у меня НС, но у меня останется 1 на 2. Вот, на 2 вошла в Альфа-С. Да, так, вот, хорошо, это мы сделали усреднение по цветам, теперь нужно вот это усреднить по координатам, так же как там. Вот, так же как там... Во-во, я, похоже, когда интегрировал, я его как первый раз написал, это я синтегрировал. Ну, я написал произведение. Так, это странно, вот произведение тут должно получиться. Сейчас. Потому что, по факту, это ровно тот диполь-дипольный маточный элемент, который мы уже считали один раз, когда в модели Глаубера считали, средний, значит... Я написал, ну, непонятно, экономика, потому что ты здесь вот за порядок АФС квадрат, и борешься, а в втором слагаемом, при усреднении 2, ты сказал, ну, а, ну ладно, в порядке. Там, значит, там, там комбинаторика, там нужно единиц на А найти. Хорошо. То есть мне нужно это усреднить. Сейчас. Так. Так. А, ты говоришь, что там у тебя перекрестные члены из первого порядка, чтобы по будущей, да? Потому что там не сумма квадрата, и вот так это выглядит. Да. А еще... Если я их все соберу, у меня как раз квадрат соберется. Вот. Значит, я когда раскладываю, вот я могу разложить вот эти до второго порядка, так? Вот. Это будет тот вклад, который я написал. А могу разложить это до первого и это до первого. Ну, можно так сказать. Если я их сложу вместе в экспоненте, я как раз получу то, что я вот писал до этого. Вот. В этом смысле я его перепишу. Ничего, полезно. Значит, Y минус X. Первый штрих. Ну, как раз цепил средние, я сейчас подумаю. Да. Показывается. Да. Значит, утверждение такое, что там нужно найти единиц на А. Большой, маленький параметр при таком впечатлении. Сейчас. Это мы найдем потихоньку. Вот. Вот. Хорошо. Вот, значит, такая вещь. И чем же она хороша? Вот этот логарифм однажды мы получали. Так? Помним, да? Это дипольный маточный элемент, вот такой. трейс U1, U2 крест, трейс V1, V2 крест. Вот. По вакууму. Он как раз равнялся вот такому квадрат-логарифму с точностью до множителя. Вот. Он просто логарифм не равнялся. Квадрату. Квадрату. Потому что… Квадрату-квадрату. Ну, квадрату-квадрату. Потому что у нас сколько размеров? У нас четыре размера, так? И у нас два импульса, два глюона. То есть вот диполь, вот диполь, вот два глюона. От одного глюона пришел логарифм, от второго глюона пришел логарифм. От того квадрата-логарифм. Вот. Ну, так сказать, если кто мне не верит, можно отмотать и посмотреть, как я его считал. Вот. Зачем мне это надо? Я его считать, опять-таки, не хочу. Вот что мне здесь нужно сделать? Мне здесь нужно усреднить по икситам. Иксы минус первым. Вот. И это я тоже делал, когда мы усредняли по прицельному параметру и по углу диполя ориентации. Вот. И, опять-таки, ответ был такой. Ответ был такой после усреднения. Это был р макс в квадрате на логарифм р мин в квадрате. Р макс в квадрате на р мин в квадрате плюс один. Вот. Нет. Интеграл там честно берется. Там обман, дескать, что... Как прийти к этому, значит, интегралу? А интеграл берется честно. Вот. И тут что-то типа там 2π. 2π, что ли? 2π. 2π. Сейчас найду. 2π, да. 2π, да. Значит, это... Если мы честно берем интеграл вот такого вида. Сейчас возникнет. Значит, ровно так же, как мы делали там, с функцией t. Мы говорим, нам нужно взять вот этот вот маточный элемент. Вот это по а, это означает по всем нуклонам. Нуклоны, которые, значит, не содержат... Ну, все остальные, кроме i-1, они там ушли в у, значит, да? Или просто единицу дали, если их в у нет. Значит, а i-1, он говорит нам, что нам нужно вот этот средний маточный элемент оа от вот этого логарифма в квадрате написать как интеграл, значит, с плотностью вероятности найти... Ну, b и минус 1, да? Найти... Ну, или x и минус 1, как... b' и минус 1. Найти нуклон в ядре на вот этом расстоянии помножить на, собственно, вот этот интеграл. на логарифм, квадрат, ну, вот всего вот этого, да? тут у нас будет стоять d... чего там... x и t до x и минус 1 штрих. Вот. Опять-таки я точно так же вот это вынесу за скобки. и напишу t от b делить на а. Вот. И, соответственно, интеграл от логарифма. Где? Вот этот вес. Это у меня будет d, b, d, r штрих. d, b штрих, d, r штрих. Вот. 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 Интеграл по b. Интеграл по угловой части r штрих я брал раньше, когда усреднял все вот это вот. И у меня получалось вот это, да? Соответственно, я тут напишу на 2π. Вот. 2π. Значит, минимальный r. Это как раз наш пертурбативный диполикс минус y. Значит, вот этот. Единицы мы пренебрегаем. Максимальный это единицы на лямбда кхд, соответственно. Так, тут без квадратов. Ну, это обрезание, да? Да. То же самое, что и там. Ну, то же самое, что и там. Это для одного нуклон. Так. Единицы на лямбда. Вот так. Ну, это r. Это r. Вот. Вот. Это, соответственно, вклад и минус первого. 1. Понятно, что эту процедуру можно вот и минус один раз сделать. Вот. Из этих u вытащить, соответственно, минус второго и там и все такое. и наш маточный элемент получится выглядит так. Выглядит так. Итого. Равно. Значит, в конце концов тут останется единица. Это у нас след присоединенный. То есть это будет n квадрат минус 1. Значит, и я снова запихаю это в экспоненту. Вот. Вот это вот разложение, да? Которое вот тут у меня было. Единица плюс альфа с квадрата на что-то. Так. Я и напишу как просто е в степени альфа с квадрата на это. Итого у меня получится е в степени и минус 1. Это столько раз я это сделал, да? Помножить на что? t от b делить на а. Значит, тут 2π. Это не и минус 1, это сделать а минус 1 раз, да? Нет. Я это делаю и минус 1 раз, потому что я смотрю на x и ты. И ты. Вот он. Вот. А потом я буду суммировать пу и от единицы до а. Вот эти у от x и ты. Значит, вот r в квадрате логарифм единицы на r лямбда. Ну и все вроде. Вот. Это, соответственно, вот этот вот маточный элемент. Вот. И потом у меня вот стоит такая вот сумма и от единицы до а, да? Вот таких вот экспонент. Если я их отсуммирую геометрическую прогрессию, соответственно, я получу что? то я получу, значит, это вот этот маточный элемент. Я получу, ну, n квадрат минус 1, он как стоял, так и стоит. Значит, я получу единица минус е в степени. И от b, ну, тут будет а, я до а суммирую, а сократится. Значит, помножить на 2π, r квадрат логарифм единицы на r лямбда. Делить на единицы минус то же самое, но только еще деленное на а. А то еще делится в а. Нет. Разложите. Вот. Потому что... Сейчас увидим. Значит, на единице минус вот это, деленным на а, да? А так и альфа s еще где-нибудь надо отрыть. В квадрате. В квадрате, да. В квадрате. Вот. Значит, я его когда отрою, у меня тут получится... У меня тут получится минус, да? Значит, у меня тут получится альфа s в квадрате t от b делить на а на 2π r в квадрате логарифм единицы на r лямбда. Вот. Это вот этот маточный элемент. А второй маточный элемент, который вот на него помножается, да, который мы вот считали до этого, он был равен... Значит, он был равен... Логарифму. Логарифму, да. Если я, значит, говорю, что я вот весь этот хочу, сумму... Вот f тогда я сразу писать буду, да? f вв будет равно... Так. Альфа s на 4π в кубе n. Альфа s на 4π в кубе n тут стоит. Значит, n стоит. n стоит. c. Плюс вот тут стоит n квадрат минус 1. Это cf. cf, наверное, 2 тогда, да? Вот. Это cf. Значит, теперь... Интеграл dx, dy... Здесь степень икр... А, ну, тогда не dx, y, а db, dr. e в степени икр... Я просто зашибись. Значит, а... Вот это... 1 минус e в степени минус... А его пишут обычно r квадрат qs квадрат r b на логарифм единицы на r λ на 4. Вот так же, как в модели этой самой Голика Бернета. Ну, во всех в них они 4 почему-то пишут. Вот. Теперь внизу вот это. Альфа s квадрат в гарифм единицы на r λ на 2π. Что там r в квадрате? t от b делить на a. Значит, t делить на a. Вот. И вот тот, он был равен 4π логарифм единицы на r λ, да? И маточный элемент вроде бы... И t еще. t от b делить на a. Вот так он был, да? Тогда... Значит, t делить на a мы сократим. Логарифм мы сократим. Значит, вот эти π всякие мы сократим и получим ответ. Будет равно cf делить на альфа s. Вот. Сколько π? Значит, просто π, что ли? В кубе. В кубе. Тут интеграл dr db. e в степени kf. r. Значит, помножить на... помножить на единица минус... Вот это называется n. Сейчас n g от b. r. Значит, делить на r в квадрате. Вот это осталось. Да и все, наверное. Да? Сейчас коэффициент общий проверю. Ну, это коэффициент общий 2. Остальное вроде так. Соответственно, n... Это 2. Я даже знаю, откуда пришло. Это 2 пришло. Оно еще тут должно, наверное, стоять. Потому что когда... Ну, это 2. То, что был-то след фундаментальный. Там было что-то типа там s, t, a, s-1 от x там, да? Потом было s, y, t, a, опять-таки, s-1, y. Был вот такой след. Вот. Мы говорили, что s, t, s, это на самом деле u. Это там другое. u помножить на t, соответствующий, там, b, там, я не знаю. Вот. И у нас получалось, что это u, a, b, значит, u... А, c, там какой-нибудь крест на след t, b, t, c. А след t, b, t, c – это половинка. Ну, и вот, я думаю, что это там половинка и пришла. Вот. Значит, n, n, g – это, значит, у нас e в степени минус r квадрат qs квадрат b логарифм единицы на r лямбда делить на 4. Это, на самом деле, если так посмотреть, что это, это по построению, это след u, там, x, наверное, или y, u, x, крест, u, y, так, по построению. Ну, и делить, на самом деле, на n квадрат минус 1. То есть это диполь, но глюонный, ну, маточный элемент по ядру. То есть это маточный элемент глюонного диполя по ядру. То есть раньше там у нас был кварковый диполь, это глюонный диполь. Вот. Вот. Собственно, больше он там ничем нет. Ну, ядро у нас… Значит, если у меня будет 3 кварка, то вот здесь у меня поменяется слегка, да? Это мне поменяет, ну, общий коэффициент на самом деле в Qs. Ну, вот перед этим логарифмом тут, да? Будет какой-то другой коэффициент или лямбда мне поменяет слегка. Вот. А это мне, на самом деле, не поменяется, все равно будет глюонный диполь, потому что… Если я правильно понимаю, потому что вот эти у, они пришли, на самом деле, из… Из… Да. Их… Почему? Их будет 3. Их будет 2. Потому что это будет S, S, это… Крест… А, ты имеешь в виду… Ты имеешь в виду генераторов будет 3 штуки. То есть… Ну, нужно написать просто, с чего мы начинали. Начинали мы вот с чего. Что поле… А… Это… Сумма там… По всем… От единицы, да? Та и тых… На… На… Соответственно… Ну, там… Икс минус… Икс и ты… Вот… Минус… Ну, там… Та функция, но… Икс минус… Икс и ты минус… Это, значит… Для кварка, когда мы диполь смотрели… Минус… Для антикварка… Минус… Ну… Та… Общее… Фактически… Минус… Икс минус… Икс и ты… Штрих… На… Икс минус… Икс и ты… Штрих… На… Та… Икс минус… Икс и ты… Штрих… Минус… Мы говорим, что вот… У нас есть кварк в позиции и… Антикварк в позиции и штрих… Вот это их поле… Потом мы к нему делаем калибровочное преобразование… С… Крест умножаем… И вот это вот Та… С… Крест… Оно… Как бы вот у нас и ходит вот в этому… А вот эта вот часть… Она в этом смысле… Общая… Вот… И она там ходит вон в той скобке… И теперь мы говорим… А если у нас три кварка в каждом… Да… Вот… То тогда… Все на самом деле то же самое… Тут только третий добавляется… Вот… Все равно два останется… Их останется то два… Но свертка… Свертка вот эта групповая… Она будет другая… Ну вот это тоже будет другой… Но свертка будет другая… То есть там будет на самом деле… Это А… Да… Когда мы будем смотреть число глионов… Мы из этого А на окрест сделаем… И все равно диполь глионный получится… Да… Все равно глионный получится… Да… Вот… Значит… Вот это соответственно глионный диполь… То есть у нас получается по факту… Число глионов… Это некий… Фурье преобразование… От… Глионной амплитуды… Ну… Вот этой N… Да… Значит… Амплитуда рассеяния глионного диполь на ядре… Ну… Делено на R квадрат… Вот… Вот… Вот так… Теперь можно сказать, что… Ну… Единица минус эта амплитуда – это некий… Элемент S-матрица… Вот… И… Можно просто предельный случай посмотреть… Что, дескать… Вот… Первый случай… Это… Когда… Вот тут у нас Фурье, да… И мы смотрим оно как функцию k… Перпендикулярного… Вот мы говорим… Давайте возьмем… К перпендикулярный… Большие… 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 Это означает… Много больше QS… Да… Который вот тут… В N… То есть, если оно… Много больше QS… То что тогда будет… Ф от К… Это значит… Единица на 2π… В кубе… Альфа… С… Ф… Интеграл… ДБ… ДР… Дев степени… К… На… Р… Значит… Тут стоит QS… Логарифм… Логарифм… 1 на r… На r… На r… На 4… Да… Где? Р… Р в квадрате… Где? Р в квадрате… Это что такое… Ну… Это физическая ситуация… Это физическая ситуация… Жесткий масштаб… В этом смысле… Пертурбативный… Такой… Ну… Грубо говоря… Деглаб… Аля… Ну… То есть, жесткие глионы… Смотрим количество жестких глионов… Да… Да… Количество жестких глионов… Мы рассчитываем увидеть что-то типа… Того, что мы должны увидеть в деглаб… То есть, что… Каждый нуклон как бы по отдельности излучает… Грубо говоря… Мы должны увидеть… А на глионную функцию одного… Нуклон… Вот… И эта функция должна быть… Такая же, как вот в деглаб… Значит… Так… Теперь… Значит… Что мы делаем… Мы говорим, что… Ну вот… Значит… У нас… К… Много больше… К… Соответственно… R… Порядка единицы на… К… То есть… Единица на… К… Вот это… Много меньше… К… То есть… Можно разложить экспонент… Я разложил экспонент… У меня получилось… CF… Адватив кубе… Альфа… …С… DB… Так… DR… Е в степени… К… Р… Значит… Разложил… R сократилось… Осталось QS от B на 4 аллогарифм единицы на r лямбда. Значит, ну вот это оно вышло за интеграл Poir, а интеграл Fourier от единицы на r лямбда, в этом смысле он известен. Ну это обрезание, да, он расходится, но он известен как обрезание. Значит, этот интеграл dR, значит, единица на r лямбда е в степени kR, это, соответственно, что-то типа единица на k в квадрате с какими-то двумя π, по-моему. Вот, сейчас я посмотрю. Ну то есть его в обратную сторону надо брать, и тогда получится 2π. 2π вниз. 2π вниз. Вот. Если мы будем брать Fourier от вот этого, да, у нас в нуле он будет расходиться, вот, и мы его обрежем лямбдой как раз. Вот, и тогда получим логарифм. Так, что-то я тут напишу. dR на гарифм, вот так. И тогда я напишу, что это cf 2π в кубе и альфа s. Так, 2π в кубе я... Значит, это у меня будет уже 4π в четвертой получается. И помножить на интеграл db, qs от b. Так, значит, я делаю 4π в квадрате. 4π в квадрате, правильно, qs от b. И дальше этот qs от b мы подставляем как через t от b, да? Да, через t от b и через t от b. Ох, да-да-да. Как в квадрате. Значит, так, qs от b. Оно где-то должно быть. О-о-о, я сейчас хочу им написать. qs от b от b это было, соответственно, тогда 8π. 8π, 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 да-да-да. Так, так, qs от b. Вот. И... 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 Ну, значит, когда мы... Я напомню еще вот это, что интеграл db, t от b это а. Так. Соответственно, мы вот тут его возьмем. Тут. И получим а. Значит, помножить на альфа s. Делить на k перпендикулярное в квадрате. Ну, и с каким-то числом π там. Вот. С каким-то числом π, π там должно быть просто π квадрат, чтобы не мучиться. Вот. И cf. Вот. То есть мы видим, что каждый нуклон отдельно излучает. Так. На самом деле, здесь нужно вот что сказать. Если вот так сделал, то тут будет в два раза больше. Вот. Как я сейчас сделал. Ну, в любом случае, сейчас я объясню коэффициент. Вот. Во-первых, мы видим, что вот а, число нуклонов. Каждый нуклон имеет свою плотность. Так. Она пропорциональна единица на k квадрат, альфа s на k квадрат. Вот. Ну, и все. Теперь. В зависимости от того, какую модель мы возьмем, вот этот коэффициент будет меняться. Вот это 8. Это я говорил, что мы там посчитали вот этот логарифм, значит, для кварка, а потом удвоили, сказав, что еще антикварки есть. Вот. А если мы будем говорить, что в каждом нуклоне есть только один, одна частица, которая излучает, глион, ну, по факту, так, то тут будет 4, и, соответственно, двойки не будет. И вот это, такое выражение будет совпадать, соответственно, с тем, что было получено, что можно получить там из деглапа, из других моделей, когда у нас в нуклоне фактически только одна частица взаимодействует с глионом. Вот. Теперь. Если мы возьмем другое приближение, если мы возьмем другое приближение, обратное, скажем, что... Да. Да. Значит, Фи. Значит, при К много меньше КС. Вот это область насыщения, когда поля сильные. Вот мы сейчас в чем убедимся. Значит, это ЦФ делить 2П в кубе альфа С. ЧТОНКОГРАЛ ДП, ДР Е степени КР 1 минус КС Логарифм 1 на r лябда на 4. Значит, мы говорим, значит, К много меньше КС. К много меньше КС. соответственно r порядка единиц на к r порядка единиц на к много больше к с так то есть вот так то есть вот в этой экспоненте на самом деле ну и вообще можно выкинуть этот экспонент все это вот qs на r от большая величина так споненту выкинули остается значит е в степени и к r на r вот и мы говорим что к много меньше qs то есть у нас есть два масштаба есть масштаб к есть масштаб к с так и как только мы доходим по r до масштаба единиц на к с у нас начинает резать тут вот а как только мы доходим по r масштабу единиц на к у нас начинает резать тут то есть грубо говоря мы должны взять только область между ними вот и И остальной частью мы пренебрежем. Поэтому я вот так напишу, а тут напишу, что там у меня меньше-то, от K, от 1 на, по R я интегрирую, да, от 1 на, сейчас, сейчас, QS большое, значит, да, 1 на QS до 1 на K. Это даст мне логарифм. Это, так, логарифм C на 2 пивку, так, на P в квадрате, альфа-S, логарифм QS делить на K. Так, да, логарифм QS делить на K. Вот такой ответ. И, значит, я должен проинтегрировать по DB еще, но это мне что-то даст. Но сам ответ, он что подразумевает? Что Фи, вот это, оно, да, это какая-то константа там, порядка единицы на альфа-S, так? А Фи в этой области насыщения порядка единицы на альфа-S. А Фи это у нас пропорциональный квадрату поля, так? Вот, то есть, на самом деле, А, ну, вот светоконусной калибровки в области вот этой, значит, K много меньше, QS, она пропорциональна единицы на G. Вот, вывод. Вот, то есть, глионные поля в прималых K большие. Вот, и не только поля большие, значит, а и число глионов большое. Так, вот. Вот, это может говорить о том, что раз глионов много, то мы можем использовать некую квазиклассическую картину. Да, это, собственно, она и есть. То есть, это, на самом деле, классический, классический, источник классических каких-то вот таких полей, да? Вот, ну, и мы получили, что вот в нашей области, в области насыщения поля у нас действительно большие, и глионов много. Вот, ну, и если нарисовать картинку, там, с какой-нибудь T, модельный, то она выглядеть будет как-то вот так. Это у нас, соответственно, K, как индикулярная, а это, ну, обычно рисует K на FI. Вот, потому что FI – это плотность на единицу квадрата поперечного импульса, а просто плотность на единицу поперечного импульса – это K на FI, да? Ну, вот, известно. Вот. Ну, и тут, соответственно, порядка A на K перпендикулярная, а тут порядка логарифм Q на K. QS на K. Ну, и вот в окрестности QS у нас больше всего глионов в итоге. То есть у нас две экспоненты, одна режет малая, и вторая режет там большие, да? Вот. И получается, что там большое количество глионов у ядра на масштабе насыщения. Поэтому часто говорится, что, ну, вот смотрите, у нас есть ядро, и мы будем делать что? Мы должны его там смоделировать, да? Ну, во-первых, моделировать можно вот этими формулами. А во-вторых, просто какой характерный поперечный импульс углионов в ядре? Вот. На самом деле мы будем говорить не то, что это у нас там лябда-КХД, а вот QS. Вот. Вот так, собственно, вот эта модель Маклерна-Венгополана. Собственно, вот эта вот формула, где она основная-то, ну, с которой приближение я уже делал, да? Вот такая. Вот эта. Сознаем модель Маклерна-Венгополана. Вот. Вот так. То есть, да, вопрос там остался, как же мы расфакторизовали так лихо. Хорошо.